Здарова, это Шамшурин и видео о том, как ты можешь оказаться во френдзоне. По сути, есть две версии основных, как мужчина становится другом для женщины, как она его начинает воспринимать как друга. То есть, первая версия – это когда ты познакомился, сходил на свидание, может быть, не на одно, там как-то не проявил себя как мужчина или сделал что-то не то, что тебе непонятно, а мне четко понятно. И в какой-то момент на тебе говорит, ты знаешь, ты классный, ты хороший, с тобой так здорово, интересно, но вот, к сожалению, я сейчас пока не готова к отношениям, я готова предложить тебе быть моим другом, понимаешь? И это такой прям пах в этот момент, сердце лопается, ты сидишь и плачешь. А вторая версия – это когда у тебя есть какая-то знакомая девушка, возможно, соседка по этажу, возможно, коллега по работе, может быть, вы общаетесь в какой-то общей компании, и ты изначально уже как бы проявил себя как-то, ну, как коллега или как сосед. То есть, и ты это время уже какое-то затянул и потерял это время, и она уже воспринимает тебя исключительно как, ну, даже, наверное, не друга, а как коллегу, как человека из компании, как соседа, но не более того. И ты не знаешь, как здесь близиться, потому что тут же надо как-то в какой-то момент начать, а чем дольше ты не сближаешься, тем сложнее тебе начать. Вот, по сути дела, это две версии. А сейчас мы поговорим о том, какие причины привели тебя к тому, что ты стал для этой женщины просто другом. И да, кстати, еще пока не забыл, что хочу сказать, во втором случае, когда это просто твоя коллега или кто-то еще, ты уже думаешь, мне же, блин, стыдно уже проявляться как-то по-другому. И в этом твоя ошибка. Почему это вдруг стыдно? Ты мужчина, она женщина. Почему тебе вообще должно быть за это стыдно? Блин, включи голову. А еще ключевой момент, там есть такой, что ты просто боишься обосраться, да, ты боишься обосраться, потому что ты пойдешь, попробуешь, а у тебя не получится. А дальше ты вынужден ходить с ней на работу, дальше ты вынужден жить с ней в соседней квартире. А как же я буду смотреть ей в глаза, правильно, да? Ты понимаешь, о чем я говорю? Итак, причины, почему ты там оказался в этих друзьях. То есть, во-первых, потому что многие мужчины изначально общаются не в правильном контексте. То есть, вместо того, чтобы сразу проявлять какие-то свои мужские желания, намерения, показывать их открыто, что, да, она тебе нравится именно как женщина. Вы думаете, что сначала нужно подружиться, пообщаться как друзья. А потом уже, когда мы друг другу знаем, тогда-то я и буду. А потом уже неудобно становится тебе. Второе, ты не прикасаешься на свиданиях, да, потому что ты боишься все испортить. Третье, ты ждешь инициативы от самой женщины по сближению с тобой, либо же ожидаешь каких-то сигналов от нее. Четвертое, ты, как я уже сказал, если ты ее давно знаешь, ты не решаешься пригласить ее на свидание, или делаешь это как-то, вот как нам один товарищ недавно написал, я решил аккуратненько пригласить ее на кофе. Аккуратненько, блядь, понимаешь, как это звучит вообще по-тупому. Как можно аккуратненько пригласить человека на кофе? Идти мимо с чашкой кофе, потом вылить его ей на ногу и сказать, ой, а давай я приглашу тебя на кофе. Ну, это же глупость. И одна из ключевых причин, если ты, кстати, с девушкой был на свидании, ты не знаешь, как проводить эти свидания. Об этом мы поговорим в моем следующем видео. Жди следующее видео. Значит, смотри, есть два момента. То есть, первое, если ты с девушкой пошел на свидание, которое тебе понравилось, там не проявился как мужчина, она тебя восприняла как друга. Если она тебя не заблокировала после этого свидания, шанс изменить все есть. Но здесь есть как бы отличие. Здесь нужно действовать быстро. Здесь нужно реально не тянуть время. Время, оно здесь играет тебе не на пользу. И есть второй момент. Когда ты девушку знаешь давно, когда она твоя коллега или соседка, или кто-то еще, там есть возможность подготовить почву, скажем так. То есть, начать подготавливать почву плавно, чтобы она начала тебя постепенно воспринимать уже не как какого-то коллегу, а с интересом к тебе присматриваться. То есть, в первом случае это важна скорость, во втором случае важно то, что ты можешь здесь подготовить почву. У нас есть такой пример. Был у нас такой Дима недавно, который ходил с девушкой на свидание. И, в общем, после какого-то свидания она уже начала его воспринимать как друга. Он прибежал, говорит, что делать, что делать. Начал рвать на себе волосы. И в этом случае как раз нужно было действовать быстро и решительно. Хорошо, что он вовремя пришел к нам. Когда он пришел к нам, мы ему сказали, что все на самом деле очень просто. Он нам объяснил ситуацию. Мы говорим, бери и звони. Он говорит, да, звони ей прямо сейчас. Зачем? Как? Что? Мы говорим, ты сейчас позвонишь ей и пригласишь ее навстречу. Но позвонишь правильно, ну а что тянуть? Либо она уже скажет, слушай, чувак, как бы я уже не воспринимаю тебя как мужчину, либо она с интересом к этому отнесется. Что мы сделали? Мы добавили туда, как в супчик, памс-памс-памс, как в зелье Веньмина. Мы добавили туда немного флирта, мы добавили туда немного позиций сверху. Мы добавили туда решительности, мы добавили туда конкретные предложения с конкретным временем и местом. Что я хочу тебя увидеть там-то, там-то, во столько-то и во столько-то. И что по итогу? Всего пару минут разговора и на том конце трубки слышно, о-о-о, то есть девушка даже удивилась. Я уверен, что в этот момент она обрадовалась, она подумала, ну наконец-то, Дима, ты ж парень неплохой, и я уже в принципе практически утеряла к тебе весь свой какой-то интерес как женщина к мужчине. Но ты сейчас меня удивляешь, и это здорово, это круто. И сейчас, по стечению какого-то времени, у меня есть информация, что у них там все хорошо. Самое интересное, что удивилась-то не только она, удивился и он сам, когда позвонил, он не ожидал, что это может быть так легко. Тогда почему вы не решаетесь, почему вы не делаете необходимых действий по сближению с женщинами, чего-то боитесь, а потом думаете, блин, а как мне потом сблизиться. На самом деле все проще, чем вы думаете. Почему мы, кстати, еще решили позвонить, потому что мы изначально изучили внимательно его переписку с этой девушкой, и по переписке поняли, что там огромное количество встречных шагов с ее стороны, огромное количество каких-то намеков, мол, Дима, Дима, вот. А он этого просто в упор не замечал. Как можно этих вещей не понимать и не замечать? И кстати, в самом конце видео уже скоро я тебе расскажу малюсенькую, но очень ценную фишку о том, как можно протестировать девушку на то, готова ли она с тобой сближаться или нет. Это самое примитивное из того, что есть, но она всегда работает. Но прежде, о конкретных действиях, о том, как добиться девушку, которая считает тебя другом, ты узнаешь в моем онлайн интенсиве, который пройдет с 5 по 8 число, в блоке, который называется «Давай останемся друзьями. Как добиться девушку, с которой ты давно дружишь, либо знаком?» Что делать мужчине в этой ситуации? Чуть подробнее смотри, френд-зона. То есть там я буду давать конкретные действия пошаговые, что нужно сделать, чтобы выбраться из френд-зоны, либо когда ты с девушкой только недавно сходил на свидание, либо когда ты эту девушку давно знаешь. То есть и для того, и для другого случая будут конкретные пошаговые действия по сближению, по переходу в нормальное общение, потому что с девушками дружат только дебилы. Второй блок будет посвящен онлайн переписке и общению. Как сделать так, чтобы девушки реагировали на тебя в онлайне хорошо? Чтобы в этот момент те женщины, которые нравятся тебе, тоже отвечали тебе взаимностью. Чтобы ты мог быстро и легко взять номер телефона, чтобы ты мог пригласить девушку на свидание, и она уже пришла туда заинтересованная в тебе. Все это я буду рассказывать в модуле про онлайн общение. Следующий модуль, следующий день про свидание. Как вести себя на свидание таким образом, чтобы они оказывались для тебя результативными. И также как себя вести там так, чтобы не попасть к девушке в друзья по итогу после нескольких встреч. И последний модуль будет посвящен выбору девушки для отношений. Это тоже очень важный момент, потому что если ты закроешь глаза на какие-то вещи, либо не разглядишь их, либо не увидишь, либо не услышишь, ты рискуешь тем, что потом твои отношения развалятся, ты будешь страдать и переживать. Наша же задача моя и твоя, соответственно, сделать так, чтобы ты этого избежал. И скоро ты узнаешь все подробности, следи за моим каналом. А сейчас обещанная фишка о том, что нужно сделать, чтобы протестировать, готова ли девушка с тобой сближаться. Неважно, пригласил ты вновь познакомленную девушку на свидание, либо же ты ее давно знаешь. Твоя задача начать делать этой девушке правильный сексуальный комплимент. То есть, когда она будет реагировать на них хорошо, это для тебя и есть тот самый зеленый сигнал светофора. Потому что если девушке это не нужно, она сразу же тебя пресечет. А что происходит? Во-первых, ты не знаешь, как должны выглядеть эти сексуальные комплименты. Во-вторых, ты не решаешься. У тебя почему-то столько тараканов в башке насчет секса, что не насчет своих мужских проявлений, что ты думаешь, как же так? Я и намекну на какой-то секс, на какую-то сексуальность. Она же этого не переживет. Она же будет думать, что я свинья и скотина. Как ты можешь это думать? То есть, тебе мешает незнание, что говорить. Тебе мешает страх это говорить. И тебе мешает некая нерешительность. Здесь есть один маленький момент важный. Если мы говорим не о свидании, а, например, о коллеге по работе, ключевое, что ты должен понимать. Эти сексуальные комплименты необходимо делать тогда, когда вы вдвоем. То есть, когда коллег нет рядом, когда там других соседей нет рядом и так далее. То есть, важно. Только тогда девушка будет реагировать на это искренне. И если она там реагирует хорошо, спасибо, там заулыбалась, там что-то, засмущалась, это очень круто. Но если ты сделаешь это, если тебе хватит ума сделать это при коллегах, конечно же, она как бы не желая показаться легко доступной, скорее всего, отреагирует совсем иначе. Во-первых, что будет? Ты не получишь качественной обратной связи оттуда, какая на тебя реакция. Во-вторых, ты еще испортишь больше отношения с ней и даже со своими коллегами. Как всему этому научиться, ты узнаешь из моего онлайн-марафона. Информацию о котором ты очень скоро найдешь под следующим видео по ссылке. Следи за каналом и увидимся. Пока!